В ноябре 1949 года приказом министра тяжелого машиностроения Союза Советских Социалистических Республик в составе Треста Союз Прокат-Монтаж было создано монтажное управление Прокат-Монтаж. Его специализацией стал монтаж прокатных станов металлургической промышленности Урала, на которые делалась важная ставка в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства страны. Сегодня акционерное общество Прокат-Монтаж зарекомендовало себя как современная серьезная компания, отвечающая за качество своей работы и соединяющая функции заказчика и генерального подрядчика с выполнением собственными силами полного комплекса строительно-монтажных работ. От строительства до благоустройства и прокладки инженерных сетей. Уникальность объектов, построенных руками специалистов прокат-монтажа, делает предприятие востребованным как в России, так и за рубежом. Первым серьезным испытанием для управления стал монтаж станов 1450 горячей и холодной прокатки на Магнитогорском металлургическом комбинате. Оборудование было привезено из поверженной Германии. Коллектив прокат-монтажа блестяще справился с поставленной задачей. Оба стана были сданы в эксплуатацию в 1951 году. Стоит отметить, что одновременно с созданием управления прокат-монтаж был создан участок по монтажу оборудования номер один в разные годы, которые возглавляли Сергей Ефимович Нечаев и Борис Иванович Вторушин. С 2004 года руководит теперь уже монтажным управлением номер один Станислав Николаевич Феклистов. Среди тех, кто ковал первую производственную победу, был и Георгий Тимофеевич Князев. Большая мастерская была на пятом участке. По футеровке доминого цеха должно-то быть, а нам отдали. Там привезли новенькие станки. Знаешь, целый цех был большущий. По окончании Магнитогорского строительного техникума Георгий Тимофеевич Князев работал слесарем-монтажником, бригадиром, мастером, начальником монтажного участка. Принимал участие в монтаже оборудования на строительстве первого, второго, третьего и четвертого листопрокатных цехов Магнитогорского метургического комбината. Руководил монтажными работами на объектах метургических предприятий и предприятий военно-промышленного комплекса. Вот приходишь, оборудование приходит, ящики, фунтамент голый, ничего в цехе нет. А уходишь уже, оборудование крутится, а то им продукцию дает. Ну, как сказать, ты видишь результат своего труда. В 1963 году Георгий Тимофеевич Князев был награжден Орденом Ленина за участие в реконструкции трубосварочного стана 1020-1220 Челябинского трубопрокатного завода, позволивший наладить производство труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. Тогда же шел газопровод строить, бухара урвал. Так вот, и эти немцы, ФРГ отказали от трубы. Так вот, там срочнейшим образом, вот, Селябинский этот самый, этот завод, стряпали в цех. Здесь снимок, можно сказать, который обошел всю мировую печать. У нас слово труба подозревает многие обстоятельства. А событие, которое произошло в те 60-е годы, наверное, сравнимо с тем, что сейчас происходит с Северным потоком-2. И вот это не выдумали журналисты, это вот от рабочих написали «труба тебе Аденаор». Не потому, что это была труба, а потому, что мы решили эту задачу и без Конрада Аденауэра. В 70-е и 80-е годы вся карта Советского Союза была испещрена символическими флажками с обозначением городов, в которых магнитогорские специалисты строили или реконструировали предприятия металлургической промышленности. Запорожье, Жданов, Днепропетровск, Воронеж, Липецк, Ленинград, Череповецк, Мурманск, Норильск. Работали также на предприятиях Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии. Высокая марка качества работ прокат-монтажа обеспечивала его коллективу заказы на работу по всему миру. На Шри-Ланке, Кубе, в Боливии, Нигерии, Индии, Алжире, Ливии, Египте, Франции, Германии, Финляндии, Турции, Иране и Пакистане. Однако и в советское время и в наши дни при таком географическом многообразии основной объем работ АО «Прокат-монтаж» ведет на Магнитогорском металлургическом комбинате. Так, за последние два года специалистами предприятия смонтировано более 12 тысяч тонн металлоконструкций, 8 тысяч тонн технологического оборудования и 800 тонн трубопроводов. Виктор Николаевич Никулин – один из опытнейших работников АО «Прокат-монтаж». На предприятии он с 1980 года возводил объекты по всему Советскому Союзу. Такая беспокойная профессия говорит как раз по его характеру. Я не могу тоже на одном месте как-то сидеть, вот как вот посмотришь, как работают цеховые или кто. Мне такая работа не помняет. Я даже вот на каком-то объекте, даже вот на своем поработаю, уже когда все понял, уже надо что-то опять менять. Сегодня бригада почетного строителя России Виктора Николаевича Никулина работает на монтаже оборудования стана 2500 горячей прокатки по ОММК. К работам по реконструкции этого стана в листопрокатном цехе номер 4 специалисты предприятия приступили в 2014 году. Сам процесс реконструкции включает в себя три этапа. В рамках первого был выполнен демонтаж шести старых печей стана с заменой их на три новые печи. В 2018 году предприятие приступило к реализации второго этапа. Были выполнены работы по установке станин двух новых клетей весом 800 тонн каждая. В настоящий момент ведется укрупнительная сборка этих клетей. В середине марта, где-то в числах 20-х, останавливается стан на реконструкцию. Ну и нам в эту реконструкцию надо будет вот эти две клетки запустить, а старые убрать. Бригада Виктора Николаевича Никулина небольшая. У него в команде восемь человек. Все как один классные специалисты-монтажники. И на каждого из них бригадир может положиться, как на самого себя. Я уже на то, что настолько в них уверен, даже могу не идти, не проверять, не контролировать. То, что за ними у меня уже очень большая уверенность, что они не подведут. В рамках реализации одного из крупнейших проектов по ОММК строительства аглофабрики номер 5 общей площадью 55 тысяч квадратных метров, это семь футбольных полей, прокат монтажу поручена значительная часть строительно-монтажных работ. В 2017 году перед специалистами предприятия была поставлена непростая задача по возведению мощного производственного комплекса с полной инфраструктурой с нуля в рекордные короткие сроки. На строительство объекта задействованы все подразделения предприятия, включая и монтажное управление номер 1. В настоящее время на строительной площадке ежедневно работают порядка 670 специалистов ОО «Прокат-монтаж». 50 из них под руководством прораба Виталия Викторовича Мельничука почти за год собрали сердце агломерационной фабрики – агломашину номер 1. Пробный пуск в работу намечен на 25 марта. Сначала смонтировали мостовые краны. Без них работа была бы невозможна. Ну и дальше по накатанной. Некоторые узлы, допустим, сложно было монтировать, но в основном обычная работа. Высота объекта – более 20 метров. Вес смонтированных металлоконструкций – 1800 тонн. А Виталий Викторович говорит – ничего особенного. Очевидно, потому что за более чем 20-летнюю практику он смонтировал десятки узлов, агрегатов и станов. Каждый знает свою работу. Очень редкий случай, когда где-то мы запинаемся. Все знают, что делают. Ввод аглофабрики в эксплуатацию запланирован на День Металлурга. В 2019 году он отмечается 21 июля. Но до разрезания красной ленточки на торжественном пуске любого объекта, возводимого с нуля специалистами прокат-монтажа, большой путь. А в начале его на территорию будущей стройки всегда заходят геодезисты. Наша работа начинается с создания геодезической основы для строительства. То есть мы заходим на объект, сначала предварительно делаем обоснование для того, чтобы построить каркас здания, например, для цеха. Потом мы делаем обоснование для монтажа оборудования. Мы это делаем с совестью, грамотно. И стройка происходит без ошибок. Как отдельного подразделения, бюро геодезии прокат-монтажа не было до 2001 года. С конца 60-х годов в составе производственно-технического отдела предприятия работали 4 геодезиста во главе с Василием Афанасьевичем Антоньковым. С 2001 по 2016 год бюро геодезии возглавлял Сергей Николаевич Орехов. Сейчас этим важнейшим подразделением руководит Сергей Валерьевич неудачен. В штате бюро 11 специалистов. И у них нет права на ошибку в расчетах. Наша специальность сравнивается с работой сапера. То есть ошибка у нас недопустима. Если мы ошибемся, все пойдет как бы не так. И, естественно, стараемся не ошибаться. Без геодезистов ничего не построишь и не смонтируешь. Они координируют объекты строительства, делают геодезическое обознавание строительных работ, проверяют фундаменты и металлоконструкции на соответствие проекту, готовят детальную разбивку осей и высотных отметок, осуществляют контроль за выверкой устанавливаемого оборудования. На данном участке мы делаем съемку анкерных болтов, выравниваем их именно в проектное значение. Если у нас оно будет в проекте, то уже можно приступать к заливке бетоном и последующему монтажу оборудования. Исторические факты и сегодняшний день о прокат-монтаж в следующих передачах, посвященных юбилею предприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова